И куда это мы собрались, Иркутагин? Ну как? Все, на завод устроился. Извините меня, деньги на донат нужны. Да не сытый ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня авангард и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, заводик подождет. Сразу вопрос, почему на геймплее не имбел? Капитан Очевидность, ты не забудь после этого слова хорошенечко рот помыть. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Иркутагин, капитан Очевидность и жопораздирающая психологическая атмосфера. Виной всему имбел. Да-да, тот самый, который вроде ни рыба, ни мясо, а просто пиписька дяди Тараса. И хорош он, пожалуй, только одним. Имбелейшим, сука, подствольным гранатометом. И именно этот гранатомет пердакитов в Варфейсе и поджигает ежеминутно, вот даже когда мы с вами сейчас общаемся. В начале эта пушка попала на турниры, где игроки сметнули, что сам по себе имбел один, ну, ни туда, ни сюда. Ну, кинешь ты эту гранату, убьёшь одного противника и всё, хана тебе. Но если вот имбела 2, это уже нехорошо и даже больно. Если же имбела 3, то это полный пи***ц. Иначе, извините, сказать просто нельзя. Ну, а потом эта замечательная тактика играть в 2-3 имбела стала перетекать на РМ. И с каждым днём этих пацанов с их гениальными заходами на пленты всё больше. Плюсую, настоящая жопа. Но ты скажи нам, что там поговаривают админы и те самые киберспортсмены? Капитан, очевидность. Наша администрация, как всегда, первое время вообще ничего не говорит. Они маму копят. А вот у кибершпротов, тех самых, с которых эта мода и пошла, бомбят, сука, просто не по-детски. Списались мы тут с Алишкой и пообщались на эту тему. Он скинул мне скриншот, который, кстати, я раньше видел, ведь он облетел уже, по-моему, весь Warface. Скриншот с турнира и показывает, прямо скажем, чистоту использования этого самого подствола. В том матче, если память не изменяет, было сделано 27 убийств взрывами. Это не шутка. И это, на секундочку, по-моему, была карта пирамида. Что же, сука, будет происходить на дэшке при заходе на единицу, да и на двушку? Тоже, даже страшно представить. При этом, сами киберспортсмены нихрена уже не довольны, что они эту тему изобрели. Игра становится во многом абсолютно несоревновательной, непредсказуемой. И жопа больной. Да. А ведь ещё недавно мы шутили на тему, что в будущем ведут штормовую винтовку с огромным уроном больше сотки, и она будет в аншоте. Жизнь оказалась куда суровее. Эта пушка снимает больше 90 хп подствольным гранатомётом. И надо сказать, что тем самым кибершпротам не очень нравится, по большому счёту, с Эмбелом играть. По той простой причине, что они тоже соглашаются, да, пушка имба, да, посольный гранатомёт, все дела, но после того, как ты его выплюнул и потом добил одного противника, играть с этой пушкой, ну, прямо скажем, не камильфо. Ведь всё те же Шурфайр, Вал, Галил, Грот будут куда лучше и куда эффективнее. И, кстати, помимо турниров, они ведь такие же игроки в Warface, большинство из которых, как минимум, проводят немало времени на том же пригороде. И тот самый пригород превращается тоже в царство под стволом. Хорошо живём, сука. Ну а чё тут думать? Надо просто урон под стволу пофиксить и всё. Мы этот вариант, дружище, обсуждали, и, кстати, тот самый Али сказал, что это вообще не вариант. Проблема под ствола не столько в его уроне, а в том, что этот модуль единственный, и его попросту не надо переключать. Ты просто нажимаешь цифру единицы, у тебя открывается под ствол, ты его отстреливаешь и всё. Если на других штурмовых винтовках ощущается, что да, как бы с ошками-то поинтереснее играть, и ты сто раз подумаешь перед тем, как подставить под ствол, а потом, когда выстрелишь, его используешь, потом снова назад ставишь сошки, то у имбелла такой проблемы нет. Кнопку нажал, скилл показал. А, перфекто! Очень глубокая ситуация, друзья. Есть вариант добавить имбеллу рукоять, чтобы именно с ней стрельба была такая, какая она сейчас. А вот с под стволом она была как бы, ну, вообще очень тяжёлой в плане убить хоть кого-нибудь. И да, я прекрасно понимаю, что сейчас многочисленные пердаки возгорелись, сука, устремились к луне на жопной тяге, не забыв при этом поставить мне дизлайк. Честно скажу, по той простой причине, что я смотрю наперёд, как бы, что будет с проектом дальше. И если сохранить ситуацию в том виде, в котором она имеется сейчас, то ничего хорошего точно не будет. Не самый удачный запуск РМ 3.0, плюс сочненький имбелл в количестве 2 и больше, неплохо сказались на онлайне нашей любимой игры. То ли ещё будет. Поэтому, у кого бы как жопа не горела, кто бы как локти не кусал, разработчики, вам надо делать выбор. А вас, дорогие зрители, попрошу оставить комментарий. Вот что вы действительно думаете об этой ситуации? Как вы относитесь к под стволу? Как его пофиксить? Или, может, его не надо фиксить? Может, вам он нравится? Ну, что-то мне подсказывает, что, как бы, да, далеко не все рады наличию этого автомата, точнее, его под ствола, в нашей любимой игре. То сложить случай, когда лично я сам не до конца представляю, как вот пофиксить пушку, при этом её не убив и никого не обидеть. А что, если заменить гранату Белла на гранату Седа? Кэм, это же идеально! Хорошо, Рокутагин, что ты не адмир. Если честно, мне кажется, здесь такого просто быть не может. Либо одно, либо, пацаны, подрывайтесь дальше!